По данным Министерства внутренних дел, в казахстанских учреждениях отбывают уголовное наказание около 30 тысяч человек. 93% из них были осуждены по обвинению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Почти половина, 45% ранее судимы. Еще 4000 человек по всей стране находятся в следственных изоляторах, 32 тысячи на пробационном контроле. При этом, согласно официальным данным, число заключенных в Казахстане за последние 10 лет сократилось вдвое. В 2000 году уголовное наказание отбывали 78 тысяч человек. В 2010 году около 63,5 тысяч. В 2020 году этот показатель снизился до 29 тысяч. Казахстан занимает 98 место из 223 стран по количеству заключенных на 100 тысяч человек, согласно онлайн-базе данных World Prison Brief. Сокращение тюременного населения, в частности, связывают с переносом некоторых статей Уголовного кодекса в административный. Снижение числа заключенных не является показателем снижения уровня преступности. В стране 64 места заключения, 6 из них для женщин. Кроме того, имеется 16 следственных изоляторов. С 2013 года было закрыто 11 колоний и 3 изолятора. По мнению экспертов, сокращая количество заведений, Казахстан стремится к созданию более позитивного имиджа на международном уровне. Тем не менее, согласно организации Panel Reform International, в Казахстане, несмотря на закрытие тюрем, условия содержания в работающих учреждениях остаются плохими и несут отголоски режима ГУЛАГа, оставленного Советским Союзом. На них также оказывает влияние современная пенитенциарная система России, в которой используются суровые карательные методы обращения с подсудимыми и заключенными. Правозащитная организация регулярно критикует Казахстан за условия содержания осужденных, арестованных и задержанных. Согласно многочисленным свидетельствам, людей нередко подвергают жестокому обращению, издевательствам и пыткам.